Как подключить IP-камеру к видеорегистратору? Какие камеры подходят к видеорегистратору с Алиэкспресс? Привет, с вами Легит. Многие задают мне эти вопросы. Подходит ли та камера, либо эта к тому или другому видеорегистратору? В этом коротком видео я хочу вам показать вообще принцип, как IP-камера подключается к IP-видеорегистратору. Ну, чтобы у вас, в принципе, сформировалось понимание, как подключаются IP-камеры. Ну и я вам вместо долгих объяснений мог прислать вот этот вот наглядный ролик. Еще в этом ролике я поделюсь с вами своими уникальными именными промокодами на покупки на Алиэкспресс. Ну и пробегусь быстро по разным проверенным вариантам видеонаблюдения с Алиэкспресс, которые на данный момент я считаю сейчас самыми актуальными. Для наглядности будем подключать к видеорегистратору абсолютно разные камеры. Вот это, к примеру, 2-мегапиксельная поворотная Wi-Fi-камера, питающаяся о 12 вольт. Следующая камера для подключения будет 5-мегапиксельная купольная камера, питающаяся по пояс 48 вольт. Следом цилиндрическая 2-мегапиксельная Wi-Fi-камера, но также может подключаться и по проводу. Чтобы все камеры были абсолютно разные по принципу, вот это, к примеру, малышка, поворотная внутренняя камера, которая питается от 5 вольт. То есть все эти 4 камеры абсолютно разные, внутренние, наружные и все абсолютно разных производителей. В том числе даже с разными протоколами. Друзья, и подключать это все будем к очень бюджетному варианту видеорегистратора, а именно плата видеорегистратора, купленная на Алиэкспресс где-то за 2500 рублей. Сейчас она, конечно, немного поддорожала. Плата уже подключена по HDMI к моему монитору. Вот этим светло-серым кабелем, витая пара регистратора, подключен к моему роутеру. Чуть позже покажу роутер, то есть видеорегистратор подключен к сети интернет. К этому же самому роутеру мы сейчас подключим и камеры. Вот тот самый HDMI, а там вот находится питание 12 вольт для регистратора и вот мышка. Для записи архива подключен жесткий диск. Кстати, это плата видеорегистратора на 32 канала, а следовательно она поддерживает еще и подключение второго жесткого диска. Вот на него питание. То есть это, по сути, обычный NVR, просто без корпуса. Я делал на него отдельный обзор, если не забуду, оставлю в описании под видео ссылку. Ну, либо найдите на моем канале. Итак, подключил все камеры к питанию и интернету. Вот внутренняя повороточка уже вращается и следит за мной. Сейчас нагляднее покажу, как они все подключены. Итак, вот это у нас поворотная уличная камера, которая сейчас подключена только к блоку питания, а интернет она получает по Wi-Fi. То есть вот у нее две Wi-Fi антенны, и она подключилась к интернету к тому же самому роутеру, к которому подключен видеорегистратор. Вот, разъем LAN у нее пустой, подключен только к блоку питания 12 вольт 2 ампера. Ну, вот, собственно, все остальные блоки питания камер и видеорегистратора. Ну, а вот, к примеру, купольная 5-мегапиксельная камера, которую можно использовать как в помещении, так и на улице. Вообще она может питаться попой, но я ее подключил через блок питания 12 вольт. Ну, а к интернету она подключена как раз вот таки через витую пару к роутеру, к тому же самому, к которому подключен видеорегистратор. Ну, потому что это обычный IP видеорегистратор, у него нет питания попой, то есть он не может питать камеру, Я ее запитал от блока питания Также и вот эту уличную цилиндрическую камеру Которая может получать интернет с подключением по Wi-Fi Но я ее подключил проводным вариантом к роутеру Вот к ней подключен блок питания 12 вольт 1 ампер А это патч-корд в тот же самый роутер Ну и чтобы пример был совсем наглядный Вот этот малыш, который питается от Powerbank То есть камера питается от 5 вольт, к примеру, как ваш смартфон Подключить ее можно было также по Wi-Fi Но я ее подключил патч-кордом напрямую к роутеру Напоминаю, так же как и этот IP-видеорегистратор Подключенный к интернету к тому же самому роутеру Вот, к слову, обычный провайдерский роутер Со всеми четырьмя забитыми каналами Серый это регистратор, черный это камеры Кстати, если у вас нет на объекте проводного интернета Ну то есть от провайдера А есть, к примеру, интернет 3 или 4G Предоставляемые сотовыми операторами То удаленный доступ и просмотр в вашей системе видеонаблюдения Также доступен Я делал уже несколько обзоров на разные проверенные 3G, 4G Wi-Fi роутеры Которые просто необходимо вставить сим-карту с интернетом Подключить их к питанию И подключить все то же самое, что я вам показывал в предыдущем варианте С роутером от провайдера Так как для удаленного доступа в видеонаблюдении Не обязательно выделенный IP-адрес Подключение идет по системе P2P То есть идентификация в сети происходит не по IP-адресу А по ID, то есть по заводскому номеру Значит, ваше видеонаблюдение можно подключить к любому интернету Итак, вернемся к нашему подключению Друзья, прошивки у регистраторов бывают разные И софт, ну то есть вот это вот все меню, также немного отличается Уже давным-давно не существует видеорегистраторов, в которых нет русского языка И хоть меню у них визуально отличается, но по сути дела это все одно и то же У данного регистратора прошивка XMAY И вот здесь вот в всплывающем меню у него есть раздел набор каналов В каких-то регистраторах это может называться поиск каналов Либо поиск IP, по-разному Но у всех есть два окна Вот одно окно это сетевое В этом окошке осуществляется поиск внутри сети всех подключенных камер Во втором окне список уже всех подключенных камер именно к видеорегистратору Этот видеорегистратор, видите, поддерживает 32 канала Также и здесь вот есть вот 32 канала То есть можно подключить 32 камеры Сейчас не подключена ни одна Как мы видим, видеорегистратор уже сам нашел внутри сети 3 подключенных камеры Но как вы помните, у меня их 4, поэтому нажимаем на поиск, чтобы обновить данные 3, 4, все, все 4 камеры найдены Как вы помните, они подключены к интернету как по проводу, так и по Wi-Fi Здесь вот написано их название Где нет названия, пишут протокол, к примеру Вся информация, написан какой порт и их IP-адреса, которые им присвоил Wi-Fi роутер Ну или заводские IP-адреса, или те адреса, которые вы когда-то камерам задали Самое главное, чтобы их нашел видеорегистратор, чтобы они были в одной подсети Вот как видите, у меня подсеть 0 Итак, мы осуществили поиск по сети, нашли 4 IP-камеры Теперь их необходимо добавить вот сюда вот в нижнюю строчку, в регистратор Можно это делать персонально с каждой камеры То есть выделили, нажали добавить и вот она у нас здесь появилась Также появилась в просмотровом окне Это удобно, если у вас уже есть какие-то IP-камеры, вы добавляете какую-то новую Если у вас пока ничего нет, вы можете нажать просто автоматически И регистратор сам автоматически найдет тут же все камеры, которые есть в сети И сам автоматически добавит их в себя Вот они все 4 появились и все потихоньку появляются на экране Все, все камеры добавлены и как правило автоматически начинают сразу записывать архив на жесткий диск, если он установлен Если вдруг камера не пишет на жесткий диск, то зайдите в настройки записи и добавьте ее, чтобы она писала архив на жесткий диск При желании можно легко удалить каждую камеру персонально Вот таким вот образом нажимаете переменить, все, система полностью чиста Еще раз покажу вот этот пример, когда вы индивидуально добавляете каждую камеру То есть встановитесь в строчку камера и нажимаете добавить Все, добавили каждую камеру персонально Ну и далее все как обычно, если у вас подключены какие-то поворотные камеры Можете зайти в настройки PTZ, то есть поворотно-зуммирующие Соответственно управлять вашей камерой, поворачивать ее в любые стороны, зумировать В общем все как обычно Можно зайти в ее настройки, поменять кодекс сжатия, поменять ее разрешение, если необходимо Если вдруг, к примеру, после потери электричества у вас пропадает какая-то камера Либо меняются они по составу, то присвоите камерам IP-адреса Можно просто поменять последние цифры, чтобы они не совпадали друг с другом И после этого сохранить Таким образом у камер будет постоянный IP-адрес После какого-нибудь сбоя роутер не будет присваивать им какие-то другие адреса, которых нет в видеорегистраторе Друзья, в этом ролике я постарался простым языком и примерами показать Что к современному IP-видеорегистратору можно подключить абсолютно практически любые камеры Которые он поддерживает именно по мегапикселям К примеру, данный регистратор поддерживает камеры до 8 мегапикселей в режиме 8 каналов И неважно, каким образом камера подключена к роутеру, к интернету По проводу, либо по Wi-Fi Удаленные камеры, подключенные к другому роутеру, также можно подключить к вашему видеорегистратору Который находится в другом месте Для этого у тех камер должен быть белый, то есть уникальный IP-адрес Который вы будете заказывать у провайдера За который провайдеры берут, естественно, абонентскую плату Принцип подключения такой же Вы этот адрес просто вручную набираете здесь вот в видеорегистраторе и добавляете его Прописываете порт и если есть пароль В общем, друзья, это вот такой вот наглядный ответ То, что все регистраторы уже практически поддерживают протокол OnVee В котором работают практически все камеры Ну а какие камеры, комплекты видеонаблюдения сейчас, я считаю, самыми актуальными Могу с вами поделиться Все необходимые ссылки вы найдете в описании под видео Также я оставлю ссылки на тот самый 3G Wi-Fi роутер Итак, друзья, бегло пробегусь, что я считаю сейчас самое актуальное по видеонаблюдению Если вы выбираете какой-нибудь POE видеорегистратор То есть видеорегистратор с питанием по POE, который сам может питать камера То же самое с поддержкой питания POE Кто не в курсе, это когда по витой паре передается и информационный сигнал, и питание То есть регистратор сам способен питать камеру Это, в принципе, значительно упрощает во многих моментах монтаж Не требуя никакие дополнительные блоки питания POE коммутаторы, свечи, инжекторы и тому подобное Вот есть вот такой вот видеорегистратор, очень интересный по цене Вот без жесткого диска выбираем Четырехканальный, вилка наша стандартная, великобританская Стоит всего 6687 рублей Это уже POE видеорегистратор 4 канала Но более выгоднее взять, конечно, 8 каналов Потому что цена не сильно вырастает А 16-канальный, так вообще красота Но он уже стоит, конечно, около 15 тысяч рублей Но за 8-канальный видеорегистратор, который может питать по POE 7 тысяч рублей, это очень интересное предложение А что-то подобное в магазине будет стоить, конечно, даже дороже, чем вот это Чем хорош этот видеорегистратор То, что он поддерживает 4К разрешение То есть 8-мегапиксельные камеры Ну и, соответственно, все, что ниже 5, 4, 3 мегапикселя и так далее Если вам не нужно такого разрешения камеры Если у вас простецкое 2-мегапиксельное видеонаблюдение То можно взять вообще бюджетный вариант Причем он бывает даже на складе России Как вот сейчас, к примеру Четырехканальный, видите, стоит всего 3450 рублей Но он поддерживает только камеры с Full HD разрешением 8-канальный стоит 4000 рублей Ну, конечно, разница небольшая Лучше взять 8-канальный Опять же, обратите внимание У многих продавцов на данное время идет акция Еще осталось 2 дня Так что пользуйтесь вот этими вот купонами Которые они предоставляют И обязательно пользуйтесь моими промокодами Которые я периодически выкладываю у себя на канале Вот во вкладку сообщества вы можете перейти на моем канале И вот здесь вот я выкладываю свои промокоды В том числе уникальные именные, которые дают скидку Вот сейчас есть, видите, 200 рублей на заказ от 1000 рублей Абсолютно на любой заказ с Алиэкспресс Вы можете получить 200 рублей То есть практически 20% Также практически у меня вот буквально пару часов назад Появились еще дополнительные именные промокоды Которые я сейчас в ближайшее время сюда добавлю Ну и те самые бюджетные платы видеорегистратора То есть, ну, просто видеорегистратор без корпуса Один из которых был, в принципе, вот в этом ролике Который я вам показывал Только там был на 32 канала Но если вам не нужно на 32 Если вам хватит 9 каналов по 5 мегапикселей Ну и ниже, соответственно То вам вполне достаточно и вот этого Которое стоит, смотрите, всего около 1500 рублей Если нужно там 16 каналов Можете взять вот это вот за 1800 рублей Там, если вам нужно чуть побольше Да, ну, разница небольшая Конечно, лучше брать с запасом Потому что процессоры у них немножко разные Лучше брать именно по запасу мощности Ну а если бюджет позволяет Либо вам нужно много камер Как вот этот вот, который был в видео Он поддерживает 32 камеры 5 мегапиксельного разрешения Или вы хотите подключить к нему 8 мегапиксельные камеры Он их поддерживает 4 штуки Вот, видите, 32 Он поддерживает 2 мегапиксельные 25, а, ошибка, да, неправильно сказал 25 он поддерживает 5 мегапиксельных И 8 камер он поддерживает в разрешении 4К То есть 8 мегапиксельные И вот его цена 3774 рубля на данный момент Едем дальше Очень часто меня люди спрашивают Подскажи вот прям очень качественную Хорошую уличную ПТЗ камеру Которая способна поворачиваться Ну то есть следить за объектом Вот прям двигаться Фокусироваться Здесь, по-моему, было, да Вот такое в обзоре Вот она, видите Сама фокусируется Сама смотрит Отслеживает человека И ведет его до какой-то степени Вот, пожалуйста Именно вот этот вариант камеры От ByVision Очень хорошая Да, конечно, она не дешевая Но подобная камера К примеру, вот Хиквижн Которую вы можете купить Где-то там в магазинах Под заказ Которую будете ждать 2-3 месяца Она будет стоить, ну, наверное За соточку точно Хотя это тоже очень качественный завод У нее отличная ЭК-подсветка на 80 метров Это реально очень мощнецкая Но это именно IP PoE камера То есть она питается По PoE Вот по витой паре Она может питаться Ну, либо от блока питания Блок питания Также к ней идет в комплекте Насколько я помню И подключается она Непосредственно К IP-видеорегистратору Либо к серверу Либо просто Куда-то в облако Может писать архив Но я имею в виду То, что у нее нету Слота под microSD-карту памяти Это именно Если вам нужна камера Которая имеет хороший 30-кратный оптический зум И которая вот так вот Может отслеживать людей Вести их Даже если их несколько Если вам нужна камера попроще Которая не будет Вот так вот Отслеживать людей По движению Не будет вот так вот Фокусироваться Приближать И вести их Вот так вот отслеживая То можно взять камеру К примеру Вот так же От Boivision Я снимал Делал на нее обзор Это 30-кратная камера Правда у нее 20-крат оптический зум И 10-крат цифровой Но она уже не умеет вот так вот отслеживать, как это При этом это даже плюс Не знаю, многие просто тянутся за этими технологиями Ну, не задумываясь о логике Вот эта камера вот так вот сфокусировалась Видите, она приблизила вот эти объекты А все, что будет происходить где-то там Вот с движения, она, естественно, не будет разрываться Метаться между всеми То есть она пропустит все эти моменты Она будет следить вот только за этими людьми Первыми, которые попали в ее алгоритмы Абсолютно все так камеры действуют Абсолютно все камеры так работают Не будет камера ориентироваться Видите, человек прошел, вот она Сейчас только начала расфокусироваться, видите Вот она вот этих отслеживает, она будет их вести Ну, то есть это алгоритм не самый лучший Вот именно с точки зрения охраны Видите, почему она на него именно сориентировалась, а не на этого Вот Поэтому лучше взять вот такую простую камеру Если вы хотите отслеживать с какой-то большой высоты Взять вот эту 5-мегапиксельную И уже самостоятельно ею управлять Либо направить куда-то, либо, может быть, ей настроить какие-то туры, обходы и так далее Ну, вот так вот она не будет гоняться за движущимися объектами Даже просто за людьми Еще какая классная камера из бюджетных Какую я вам рекомендую Если у вас есть IP-видеорегистратор Вы хотите именно подключить какую-то поворотную камеру То вот это вот вообще топчик Если у вас обычный видеорегистратор Вот как я плату показывал То берете вот этот вот, который без POE Видите, DC 12 вольт То есть питается от 12 вольт Если у вас есть POE-видеорегистратор То берите вот этот вариант Разница у них в цене на самом деле небольшая Потому что камера по факту не POE, а пассив POE То есть к ней идет вот этот вот POE-сплиттер Который конвертирует 12 вольт в 48 вольт И камера может питаться вот именно от POE-видеорегистраторов Чем хороша эта камера? Это честные 3 мегапикселя Это честный 4-х кратный оптический зум То есть объектив у нее 2,8 на 12 миллиметров Матрица у нее честно используется от Sony И это вот прямо топчик среди камер именно по цене Лучше камер с оптическим зумом я просто не встречал Я уже несколько штук их заказываю на один и тот же объект Потому что клиенту нравится Уже хорошо себя зарекомендовали Вообще прям классная камера До 4000 рублей вы можете купить поворотно-зумирующую камеру Именно с оптическим зумом Даже имеет смысл просто вместо обычных камер цилиндрических Взять именно такие Потому что, во-первых, она выглядит более солидно Как будто складывается впечатление, что это профессиональное видеонаблюдение Во-вторых, у нее возможность все-таки поворотная камера А в-третьем, у нее очень классная ночная ИК-подсветка Которая автоматически настраивается по расстоянию То есть не будет засветки Если человек близко подойдет, к ней лицо будет хорошо видно Во-вторых, она реально там на 25-30 метров все хорошо так равномерно освещает В общем, очень доволен этой камерой Вам ее смело рекомендую Уверен, вам она понравится Многие спрашивают у меня именно Wi-Fi-поворотную камеру С 30-ти кратным зумом Но здесь точно такой же момент Здесь 20-ти крат оптический 10-ти крат цифровой Но зато это один из редких вариантов Когда вот такая камера именно Wi-Fi Здесь уже есть все в ней И SD-карта памяти, и микрофон зачем-то Непонятно зачем Если вы будете вешать ее высоко, то микрофон в принципе бесполезен Но подключается она к интернету как по проводу То есть как по витой паре ее можно подключить Так и по Wi-Fi И у нее есть слот под микро-SD-карту памяти То есть ей не нужен IP-видеорегистратор Она может самостоятельно писать архив на карту Это самый выгодный, самый лучший вариант Который сейчас есть на рынке Видите, она стоит всего около 10 тысяч рублей Полностью автономная камера Если хотите, можете взять уже в комплекте с разными флешками Эти флешки 100% к ней будут подходить Что я в принципе вам и рекомендую Тоже очень классная поворотная камера Делал на нее отдельный обзор даже не раз И многие люди, огромное количество людей меня благодарило за эту камеру Потому что она прям выручалка Она работает от сим-карты То есть в нее можно вставить сим-карту То есть не нужно к ней подключать проводной интернет Не нужно к ней подключать видеорегистратор Это вот прям такая автономочка Единственное, что ей нужно питание 12 вольт Интернет она может получать от сим-карты 3 или 4G В зависимости от того, что у вас там на объекте происходит Цена у него достаточно хорошая Можно такие подобные камеры, конечно, купить дешевле Но они будут говно Я пробовал разные Лучше бы iVision просто не встречал Это реально нормально И то такая технология сложная Сложная реально Нужен хороший сигнал Хотя бы чтобы 3G Хотя и пречь Если стабильно, то все нормально будет Но если хороший интернет, то она работает хорошо Вот она, смотрите Ее цена около 10 тысяч рублей на данный момент Такая же камера абсолютно только Она уже подключается либо по Wi-Fi к интернету Либо по LAN Тоже матрица от Sony Только у этой AMX 307 Потому что она 2-мегапиксельная А у этой матрица AMX 337 Соневская матрица хорошая То есть камера с 5-кратным оптическим зумом С 2.8 на 12 Но вот ей самый ближний конкурент Это как раз-таки вот эта камера Только у нее здесь 30-кратный зум И как видите, цена у нее очень вкусная Но по качеству все равно лучше Boivision По поворотным камерам я пока не встречал Именно по соотношению цены и качества Также если вы хотите бюджетную камеру Но не покупайте вы вот эти вот Прямо за полторы-две тысячи рублей Вот эти поворотки Возьмите лучше вот эту Да, она немножко подороже Но она хотя бы очень стабильно Быстро, шустро работает Всегда активно подключается Вот тоже Boivision Пусть это звучит как угодно Пробовал разное Куча у меня обзоров на разные камеры Но мне больше всего поворотки от Boivision нравятся Ну как есть, так есть вам и говорю Цена вот такая Еще, друзья, сейчас очень сильно активно набирает популярность Комплекты IP по 5-мегапиксельных камер Потому что по цене они сейчас становятся более такими Ну интересными, вкусными Ну вкусно 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 Ну не то чтобы по вкусу вкусно Но по сути вкусно И в принципе их цена приближается к комплектам От 4-мегапиксельных, 3-х и даже 2-мегапиксельных камер Соответственно надобность покупать там 2-3-4-мегапиксельных камеры Как бы отпадает, потому что, ну это лучше гораздо И вот из самых актуальных Которые я считаю на данный момент Это комплект от G-Craftman Потому что они стали делать этот комплект В прошивке X-May Ну она самая такая популярная И самая простая Вот именно для людей Которые ранее не имели ничего общего с видеонаблюдением У них и прошлый комплект был классный Но прошивка там была, ну такая Весьма профессиональная И, ну не все сразу ее понимали Не у всех все получалось Поэтому вот в X-May они стали ее выпускать И вообще, в принципе, этому комплекту сейчас, наверное, нет равных Потому что у него камеры с матрицей от Sony AMX 335 С хорошими насыщенными цветами С хорошим динамическим диапазоном И это Poi И смотрите, сколько он стоит 14455 рублей На складе России он есть практически всегда Тут еще какой-то промокод дают на 627 рублей Тоже можно воспользоваться, пока акция идет Классный комплект с аналитикой обнаружения движения Только человека И даже фиксации лиц Которые вы можете потом в архиве Быстро вот именно по лицу По лицу человека Найти, как он там перемещался По вашему, ну по вашему объекту Да, вот именно между камер Как его там отследить Очень полезная аналитика И вот с этой же самой аналитикой С этой же самой прошивкой Есть предложение от GEDIN Тоже очень востребованный мной лично комплект Вот 4 камеры Стоит 13334 То есть вот G-Crossman стоит 14455 Ну мне вот GEDIN Чем и нравится То, что они всегда немножко цену делают еще более вкусно И тут же, опять же, смотрите Также дают скидку, да Абсолютно, в принципе, одинаковая камера Но здесь все-таки у него матрица от Sony А у GEDIN А используется матрица вот SmartSense Хотя тоже очень хорошая Я тестировал эти камеры Мне лично очень нравится Есть обзор отдельный Вот на этот комплект я вот уже готовлю обзор Все никак не выпущу Доделал его потихонечку Оба комплекта классные Оба хорошо показывают ночью и днем Но опять же, здесь видите Здесь цена немножко подороже Зато он есть на складе России И матрица от Sony А здесь заказ из Китая Где-то 2,5 недели Курьером также вам принесет За бесплатной доставкой Прямо домой Но зато цена у него будет 12 с чем-то тысяч на данный момент Это, друзья, за комплект Из 4-5 мегапиксельных камер Кстати, у GEDIN Что удобно Можете взять вот так вот Из двух камер комплект Регистратор будет 8-канальный То есть 8 портов Можете потом в последующем Еще докупать какие-нибудь камеры Можете взять вот так вот Из 4-х камер Из 6-ти камер И из 8-ми камер Регистратор везде будет 8-канальный Как мы видим Вот Это значок регистратора А это количество камер Видите Тоже очень качественный комплект 5-мегапиксельных камер Питающихся Popoe От ZOSI Все в нем хорошо Только уже другая прошивка У них там своя оболочка От ZOSI Чего там не хватает Это обнаружение движения Именно человека Но если вам это не надо То тоже можно рассматривать Они часто бывают На складе России Правда сейчас только В наличии жестким диском Что в принципе вам все равно пригодится Но вдруг вам что-то нужно срочно И чтобы было на складе России Как вариант Вот есть вот такой вот Это что касается Именно IP видеонаблюдения Но если вы хотите Что-то еще проще Хотя Ну куда еще проще В принципе да Но при этом Есть конечно же До сих пор комплекты И HD видеонаблюдения Притом HD видеонаблюдения В разрешении 5 мегапикселей От DeFiWay Также делал обзоры на их продукцию Очень хорошее качество Предоставляет Видите тоже кодек H265 То есть это не IP видеонаблюдения А HD То есть аналоговый сигнал Перерабатывается в цифровой И вы также в принципе При наличии интернета Можете заходить удаленно На вашу видеорегистратор И смотреть Просматривать камеры Через приложение То же самое Xmay Как пример у Гэддинан И у Джек Рассман С той же самой Аналитикой обнаружения Движения человека И фиксации лиц И вот обратите внимание Этот комплект Будет стоить Всего около 10 тысяч рублей И это друзья Также 5 мегапиксельные камеры Единственное что Этот комплект Ограничен только Четырьмя камерами То есть вы возьмете Четыре камеры Больше сюда уже не добавить Потому что регистратор Только четырехканальный Подобный комплект Есть у DeFiWay Но только еще проще С двухмегапиксельными камерами То есть тот был С 5 мегапиксельными Его цена составит 10 тысяч рублей Видите А этот С двухмегапиксельными камерами 8 тысяч рублей И вот как я и говорю Что цена между Пятью и восьми Мегапиксельными камерами Уже не особо большая Поэтому Ну как бы смысл Двухмегапиксельных Уже немножко отпадает В принципе Просто для наблюдения За своей территорией Вполне достаточно Либо вот этот вариант От ZOSI Который еще вкуснее По цене 7 тысяч рублей Смотрите За 7 тысяч рублей Вы уже можете взять Четыре камеры Да, они двухмегапиксельные При этом даже регистратор Восьмиканальный То есть можно еще Четыре докупить Но это именно HD видеонаблюдение Но которое я также повторюсь Можно подключить К роутеру И также удаленно Просматривать Через интернет Вплоть до Просмотра архива То есть вот смотрите Если вам нужен Супер дешевый вариант Видеонаблюдения Состоящий из Четырех камер Видеорегистратора Вообще вот За 7 тысяч рублей Можно взять Пожалуйста Конечно же актуально И Wi-Fi IP видеонаблюдение То есть с камерами Которые подключаются К интернету И передают Информационный сигнал Именно по Wi-Fi То есть по Беспроводному радиосигналу Которые подключаются Либо к видеорегистратору Либо подключаются К роутеру И вот как раз Такой комплект О котором я вам Сравнительно Недавно рассказывал И делал обзор Это вот от Моволс Причем работает В приложении Туя Это такой своеобразный Умный дом И что хорошо У него в аналитике Есть обнаружение Движения Тоже только человека И сколько он сейчас стоит 9724 рубля Правда это не 5 мегапиксельные камеры А 2 мегапиксельные Ну для того Чтобы опять же Повторюсь Следить за обстановкой Вполне достаточно И вот тоже для себя Сделал недавнее открытие Очень хорошего Комплекта видеонаблюдения Которое сейчас Считаю Именно по Wi-Fi Камерам Наверное самым лучшим Потому что здесь 3 мегапиксельные камеры Именно настоящая 3 мегапикселя Sony матрица Есть всегда На складе России Потому что они Очень хорошо продаются И вот смотрите Сколько он стоит 9 тысяч Ну грубо говоря Около 10 тысяч рублей То есть Это стоит 9 724 2 мегапиксельные Камеры Здесь 9 952 3 мегапиксельные Камеры Которые показывают Ну наверное В раз лучше Чем вот эти У камеры Очень хороший прием Wi-Fi сигнала Работают очень стабильно Есть так же Как и вот здесь Вот функция репитера То есть Одна камера Может передавать Wi-Fi до другой Чтобы увеличить Расстояние до регистратора В общем Очень хорошее предложение Работает правда Это в прошивке AC-клод Насколько помню Да вот она AC-клод Ну в принципе Хорошая тоже Прошивка Нормальная Удобная Приспособиться Можно легко Но насколько помню Пока что в этой прошивке Нет аналитики По обнаружению движения человека Но как обещают Скоро добавится В общем друзья Я естественно в рамках Одного видео Всем опытом Подбора И видеонаблюдения Настройках Просто невозможно С вами поделиться Но так вот быстро Прибежался Возможно даже Эта информация Кому-то сейчас пригодится Особенно в момент распродажи И еще раз повторюсь Обязательно Обращайте внимание Вот здесь вот На купоны И обращайте внимание На мои промо-коды Которые я вам Постоянно выкладываю Как только нахожу Вот есть вот такие вот Общие Которые можно найти Есть имены уникальные Которые вы нигде не найдете Как кроме меня Они даже вот называются Видите как мой канал Потому что постоянно И много беру на алиэкспрессе Мне дают промо-коды Которыми я делюсь с вами Надеюсь видео было полезно Для меня будет Тут лучше благодарности Если ты дорогой друг Подпишешься на мой канал Если не подписан Поставишь палец вверх Поделишься этим видео В соц сетях И вот приятный комментарий Замотивирует меня Продолжать стараться для вас Тебе пустяка Мне вот сильно поможет С вами был Ёж Пока